Алекс, 80-90-е годы, зарождение рок-тусовки в Выборге. Расскажи о том, как это все начиналось. Тогда, собственно говоря, не было никакой рок-тусовки, как можно это себе представить. Был одним из отцов-основателей. Нет, до нас еще были команды, известные достаточно коллективы. Гораны, которые ростут бабы, группа Монрепо. Они стояли в Ленинградском рок-клубе. То есть такие достаточно уважаемые нами были люди и всем городом известные, скажем так, личности, достойные. А мы были молодыми парнями, просто юношами и девушками, которые интересовались рок-музыкой. Писали какие-то свои песни, пробовали себя там в этом творчестве, как-то так. Но не было никаких клубов еще, не было тогда ни музыкального центра городского на Ленина 6. Не было кочегарки. То есть ты все видел, как вот это все прям зарождалось в городе Уберга? Ну то, что я видел, я помогал строить, то есть как и все в то время интересующиеся и врачи. Я слышал, что кочегарку строили своими собственными усилиями, там 300, 400, 500 человек, какое-то невероятное количество человек просто приходило и сами это все делали. Про количество человек ничего не могу сказать. То, что вот все, кто тогда интересовался рок-музыкой, просто приходили и помогали. Это было абсолютно на добровольных началах? Конечно, абсолютно, никаких денег. Псевдоним Мора. Мора это герой фильма Виктора Цоя «Игла». И ты взял этот псевдоним, тебе близок герой фильма или сам Цой? Я не брал себе псевдонима, как бы так. Ну, конечно, я его в дальнейшем так себе, можно сказать, так присвоил, но это случилось в те далекие, как раз там еще, 90-94 год. Просто мы были поклонниками творчества Виктора Цоя, там ездили на богословку, вращались в этих кругах. Ты знаком лично был с Цойом? Нет, конечно, нет, увы. Ну, в дальнейшем мое творчество выразилось как посткино, скажем так. Тогда просто я получил такое прозвище. Почему? Как это возникло? Ну, естественно, наверное, думаю, подсою. Сейчас точно не помню, но думаю, что, конечно. Но ты же работал в кочегарке, да? Так же, как и он. В смысле, в настоящей кочегарке, да? Так же, как и он, начинал. Первая запись в трудовой книжке у меня. Какие еще схожести, какие еще параллели есть с Виктором? Ну, полно было параллелей, когда я, помню, читал книгу, там очень много было схожестей. Я так... Тебе близок герой Цоя в этом фильме? Нет, Цоя вообще близок во всех его проявлениях. Расскажи о том, когда я смотрел кино и, в принципе, читал аннотацию про конкретный фильм «Игла», оно вызвало огромный резонанс у тогда эпоха застоя, и вот эта вот форточка, да, открытие. Ну, «New Wave» — это «Красная волна». То есть это как раз на сломе СССР, то есть на сломе вот этой эпохи, как раз рок-музыка была востребована, народ ждал перемен. Жесткий это фильм был? Он был резонансный? Конечно. Взрывной. Действительно, да. И там... Ну, в конце фильма «Асса», например, там «Перемен», да, звучит, там, и «Город золотой», как раз такие песни известны Борису Борисовичу Гремичукову, то есть там народ реально вставал в кинотеатре, то есть целый зал не сговаривая, вставал, как под гимн на такие песни. Когда... Я буквально недавно пересмотрел этот Цоевский фильм и понял, что он был актуален, потому что... То есть если перенести это в нынешнее время, нынешнему поколению трудно будет найти либо параллели, либо проникнуться тем самым духом. А лично у тебя относительно... Не относительно героя, а вот того времени, когда он был, да, там поднимается тема наркотиков. Какие у тебя были параллели и вообще видел ли ты вот такой выбор? Можешь рассказать какую-то конкретную историю, которая вот... С этим направлением была связана или связана, в принципе? Ну, честно говоря, конечно, я не на Луне живу. То есть я видел трагические судьбы друзей, которые подсаживались на тяжелые наркотики и на легкие наркотики. Это действительно был такой бич-поколение, да? Ну, это была мода, скажем так. Какая-то мода. Такая глупая мода, я бы сказал. Я никогда не начинал перебивки возле туалета, но я не могу не спросить тебя, какое у тебя отношение к битлам? Отличное. Любишь? Ну, я с уважением отношусь. Вы сейчас... Друзья, вы, извините, но мы вам покажем туалет. Можно же, да? Конечно. Открывается дверь в Yellow Submarine. Открываем и... Ведем в Yellow Submarine. И ты пока снимай, Миш. Давай, подожди, аккуратненько, подойдем, подойдем, подойдем. И по поводу любви к USA. Это наша гражданская позиция. Окей. Назови качество настоящего мужчины. Качество настоящего мужчины. Быть настоящим мужчиной. Вот самое главное качество. Что ты в это вкладываешь? Я в это вкладываю очень много всяких позиций. Скажи. Ну, во-первых, я думаю, что этот человек должен быть верным. Верным своему слову, верным своему делу. Верный своей любви. И верность, она, я думаю, что стоит на первом плане. Ты когда-нибудь изменял своему слову, делу или... Нет, главное, никогда не разувериться в начатом деле, в своем деле. То есть надо... Если сюда что-то взялся, я стараюсь довести это всегда до конца. То есть ты рокер до конца своей... Я не рокер. Вот, честно говоря, я не люблю всяких ярлыков. Я... А кто Алекс Моро? Он кто? Алекс Моро? Алексей Дмитриевич Батунин. Алекс Моро это... Я... Да, я... Можно сказать, что я рокер. Можно сказать, что я там... Не, ну кому как нравится. Мне так нравится. На самом деле я просто автор-исполнитель своих песен. Я пою песни, и вот кто-то может воспринять это как рок, кто-то может воспринять там, не знаю. Песни разные. Хорошо, верность. Что еще? Вот, не знаю, сказать, что Высоцкий рокер это рокер, будет так или нет. Ну, то есть, как бы, я в любом направлении вижу какие-то... В любом музыкальном течении нахожу что-то для себя, например. Хорошо. Верность. Еще какие качества? Ну, какие качества? Должен быть с руками, мужик. Алекс провел нам экскурсию по своей мансарде. Там очень много вещей, которые он сделал своими руками, и мы вам обязательно это покажем. Ну да, наверное, так. Мужчина должен быть мужчиной. На этом, как бы, большая... Самостоятельность, качество мужчины? Ну, в каком-то мере, в какой-то мере, конечно. Хорошо. Хотя мужчине всегда необходима поддержка женщин. Хорошо. Любимая женщина. Это мансарда, достаточно большое помещение, и здесь твоя и студия, и здесь ты живешь, и живешь ты с родителями в том числе. Да, конечно. Как они относятся к вашим, так скажем, посиделкам с киловаттом звука? Мои родители артисты из театра и кино, уже на пенсии, поэтому они всегда были лояльны к моим друзьям, к моему гостеприимству. Очень много народу приходило в гости, играли, ночевали, в общем, и тусили, что-то сидели и пили. Они уже старенькие, они живут в своем мире, мы молодые жили в своем, но они были лояльны и не мешали, и даже поддерживали, конечно же, поддерживали. Спасибо большое за то, что, ну, ничего бы такого не случилось, если бы родители не были так хорошо настроены на наше, так сказать, сборище с тех как раз 1994-х годов. На что ты живешь? То есть у тебя есть твоя сфера деятельности? Я видел, ты занимаешься обучением игры на музыкальных инструментах. Это та сфера, где ты вот зарабатываешь? Или есть еще какие-то сферы, где ты работаешь? Я в основном как раз именно этим и занимаюсь. То есть именно то, это обучение игры на гитаре. Много сейчас людей, которые хотят постичь азы? Ну, их всегда было не так, чтобы много, но не так, чтобы их мало, а как-то в среднем. Стоп, горим. А, мы горим, мы горим. Минус один светофильтр, конечно. Здесь у тебя фотография с музыкантами за существование группы, их сменилось порядка сорока. Да. Музыканты должны быть с общими целями, да, и это люди, которые фанатичны к творчеству. Почему менялось такое количество людей? Ну, потому что они именно в тот момент были как бы преданы этому делу, потом у них менялись взгляды, они уходили в бизнес, они уходили там в другие коллективы, было масса. Ты не относился к этому как к некому предательству? Нет, конечно, это просто некая грань творчества. Было такое, что в важный момент не находилось нужного музыканта? Ну, конечно, было. То есть приходилось играть акустику, и это я сейчас практикую иногда. Помимо основного электрического состава, всегда можно играть акустику с сессионными музыкантами, например. Это нормальная практика для всех музыкантов. На смену рок-н-роллу, музыке протеста пришла протестная музыка, рэп. Ты слушаешь рэп? Я в любом творчестве найду для себя интересных исполнителей. Кого ты выделяешь в рэпе? Никого не выделяю. То есть ни один артист тебе не импонирует? Да, я в рок-музыке никого не выделю. Хорошо, кого ты слушал или слушаешь из рэп-музыкантов, из рэп-исполнителей? Ну, тоже не могу сейчас перечислять и козырять именами. Зачем? Хорошо. Тебе, в принципе, импонирует это направление? Не любое, я говорю, я в любом жанре найду для себя какое-то свое зерно. Что-нибудь, что добавит в свой плейлист. Рок была музыка протеста. И сейчас именно на острие вот этого самого протеста стоит рэп. Кто сказал, что рок-музыка была музыкой протеста? Я с этим не очень-то согласен. Я считаю, что рок-музыка это просто музыка для думающих людей. Ну, то есть вот и все. А рэп это музыка для думающих людей? В каком-то мере тоже иногда. Хорошо. Есть, ну вот, честно тебе скажу, у меня есть такое ощущение, что рок-музыканты и любители рока, некоторые, не все, но некоторые, остались мысленно либо ментально вот в том поколении, в том состоянии, в том времени. А сейчас время поменялось, и мышление то осталось. И некоторые люди перешли, ну, условно, в бизнес, дела и так далее, да, и занимаются чем-то. А ты сталкивался с теми, кто вот там забуксовал и остался вот там? Да, не думаю. Время летит вперед, хотя и его нет, да, но в то же время, как бы, мы же все люди рассуждаем, думаем, живем. Жизнь наполнена у каждого человека событиями. Говорить о том, что кто-то там застрял в каких-то там 90-х годах, и там, я не думаю, что это так. Разве это так? Хорошо. Расскажи о своем самом ярком, самом мощном концерте, либо о самом ярком, самом мощном выступлении, в принципе, на котором либо ты присутствовал, либо на котором ты играл. Ну, я не могу выделить каких-то определенных событий. Ну, что пришло вот первое? Жизнь, она полна таких сюрпризов и неожиданностей. Иногда концерт для там одного или даже трех зрителей настолько важен, ценен. У тебя было такое? Конечно, было. Расскажи. Легко. Мы приехали в Питер, мы играли в клубе, в клубе Манхэттен, например, с полным составом, с группой. Там не было яблоку, где упасть. Был концерт, где просто абсолютно негде было встать. То есть мы завели зал, там все было здорово. И через буквально там полмесяца, ну, ближе к месяцу, там нас приглашают в другой клуб сыграть. Акустику. И мы едем соло-гитаристом, и приходит там одна или две девочки. Ну, я запомнил, что одна была. Дима, правда, говорит, чтобы их было две, но я на самом деле помню ее одну. И мы вот, говорит, ну что, будем ей играть? Мы сыграли ей концерт. Но это было настолько душевно, и человек пришел, он же специально ехал на концерт, то есть там как бы, и мы что-то готовились. Ну, вот мы спели вот с одной девочкой, и это было очень хорошо. Есть разница играть в стадион или вот так? Никакой. То есть ты и там, и там выкладываешься по полной? Абсолютно. Было хоть раз, чтобы ты понимал, что ты вот по-честному и сам себе сказал, на этом концерте подфилонил, на этом вот не ложился. Нет, я каждый раз умираю на сцене, скажем так. То есть если я выхожу на сцену, я всегда делаю свое дело до конца. Есть у музыкантов такое, что некоторые песни, написанные, потом им перестают нравиться. И они говорят, вот я написал, как вот у Шевчука было, и он не исполнял, если я не ошибаюсь, что такое осень, да? Это немножко заезженная просто песня. Тут есть разница, когда ты написал песню, которая была тебе лично близка в какой-то определенный период жизни. У тебя есть такие песни, да, которые потом ты сказал, вот это я не буду точно играть. У меня большой багаж песен, поэтому как бы я могу об этом смело говорить. То есть ты, когда в определенный момент написал какую-то песню, ты вот именно ее там пережил. Потом ты, может быть, по каким-то своим причинам не хочешь ее петь, не хочешь ее вспоминать, не хочешь ее исполнять. Вообще, как бы, и она тебе становится немного... Хотя это твой ребенок, можно так сказать, ну, один из... Но твои песни, это песни как дети, как картины, собственно, как любое из творчества. Но время проходит, и ты не хочешь это исполнять. А другой момент, когда тебя вот прямо заставляет твоя аудитория... Пое-то, по-е-то, 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 вот черное-белое, да, там, один из наших главных хитов. Я просто иногда отказываюсь, я отказываюсь, да, я отказываюсь, говорю, ребята, ну, я говорю, если у меня вот самого будет желание, вот... Как у тебя сегодня? Есть это желание? Сегодня? Вот прямо? Вот прямо сейчас? Вот, то есть взять и спеть. Да, да, да. Вот здесь мое рабочее место для записи как раз альбомов для музыкального изыскания. Это вот микрофоны, клавиши, гитары, все, что нужно, все под рукой, как бы, и здесь, за компьютером. Сколько времени ты проводишь за компьютером? Ну, полжизни. Именно так. Потому что запись требует очень многих временных затрат, и вообще это такой сложный технический процесс, который надо и учить матчасть, потом много времени на запись уходит, на редактирование, на сведение, на мастер. То есть это не такой простой момент. Хотя альбомы пишутся, пишутся и новые пишутся, и электрический альбом пишутся, и акустический альбом, вот уже пишу и потихонечку его выкладываю. Ну что, поехали? Поехали. Она пришла к нему под утро бесшумно, разойдела снегла, без единого слова даже свет не зашла. И на простынь сложила два черных крыла, а рукою за шею его обняла. И горели глаза огнем в темноте, но он крепко спал, чая стыла плите. Время неумолимо, но склонило к концу, а на кровавые губы подносило к лицу черное-белое. Синяя, зеленая, красивая, бесстыжая, всегда в него влюбленная. Черное-белое, синяя, зеленая, всегда неповторимая, любимая смерть. Ла-дан-дай, ла-дан-дан-дан-дай, ла-дан-дай, 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 ла-дан-дай. Ведь ему еще рано, пусть поспит до утра И стоял чай на кухне, и будильник взглянел Длилась линия жизни и движение стрел А когда он проснулся, то он ей сказал Странный сон был сегодня, или я не спал Черное-белое, синяя, зеленая, красивая, бесстыжая Всегда в него влюбленная Черное-белое, синяя, зеленая, всегда неповторимая Любимая смерть Я наклонюсь к тебе очень близко, чтобы говорить в микрофон Дорогие друзья, это был выпуск с Алексом Мора Спасибо большое за то, что ancestryли его Поставьте лайки, пишите комментарии Спасибо большое, Алексей О, моя милая, черная-белая, красивая, бесстыжая Ветная-белая, влюбленная О, моя милая, синяя, зеленая, всегда неповторимая О, моя милая, черная, белая, красивая, бесстыжая Всегда от меня влюбленная О, моя милая, синяя, зеленая, всегда неповторимая Поэтами любимая смерть Ла-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на- Любимая